Существует несколько ошибок разума, которые приводят к деградации. Первая ошибка — это радости тела считать основными потребностями души. Когда человек искренне верит, что ему в жизни не хватает секса, комфорта, денег, выпивки, хорошей пищи, денег и зрелищ, тогда этот человек не сможет победить свою судьбу, если он считает это основным, что нужно для счастья. Сердце такого человека не будет находиться в состоянии глубокой радости. Он не сможет испытать глубокие чувства, которые человек в своей жизни должен испытать. Это всё просто отвлечение от страданий. Вот эти развлечения все материальные — это хорошее питание, комфорт, секс — это просто отвлечение от страданий. Человек в это время не получает счастья, он просто отвлекается от несчастья. Потому что, чтобы получить счастье, надо убрать несчастье. Несчастье находится в сердце. Когда человек отвлёкся от несчастья, дальше что происходит? Радость закончилась, опять его приковывают к сердцу. Опять он и вспомнил своё несчастье. Чтобы стать счастливым, для этого надо сжечь это несчастье в своём сердце, а не отвлекаться от него. А все внешние радости просто отвлекают от проблемы, они её не решают. Поэтому, если человек знает, что есть радости тела, хорошо, нет проблем, там отдохнули, поели, повеселились, на дискотеку сходили, всё нормально. Но самое главное — утром молитва. Это самое главное в жизни. Это приносит облегчение, побеждает судьбу. Если от вас хочет уйти близкий человек, если у вас тяжёлая болезнь, если у вас нет работы, если вы чувствуете себя одиноким и так далее, это всё побеждается здесь в сердце сначала, а потом приходит в жизнь. У кого так произошло, поднимите руку. А у кого тяжелейшее событие было в жизни, и вы победили его с помощью молитвы, есть такие люди? Следующее — состояние, которое разрушает духовную жизнь, не оставляет камни на камне. Настоящее счастье рушится от этого состояния. Это состояние вызывает в разуме скорбь. И это состояние называется мечта. «Поверь в мечту! Поверь в мечту! Поверь в мечту! Поверь в мечту! Скорей!» Я говорю не про духовную мечту, а про материальную. Допустим, принц на белом коне. Такого замуж хочу выйти за такого человека. «А так как человек не появляется, это что вызывает? Скорбь!» Или «хочу дом красивый, хорошую работу». Ну, фотографировать сразу. Ну, вот как только скорчил гримасу, ну, фотографировать. У меня в гороскопе есть. Будут фотографировать, когда скорчу гримасы. Судьба работы. И потом в интернет выставляют. Вот, Олег Геннадь, смотри. Итак, мечта означает разрушение разума. Что такое мечта? Мечта — это привязанность к подаркам. Надо понять принцип. То есть мир устроен очень просто. Здесь всё приходит через труд. Человек, женщина трудится по-женски. То есть она как бы заботится обо всех, нежно себя ведёт, прощает, с подружками дружит, со всеми хорошо себя, ну, создаёт атмосферу счастья и любви вокруг себя. Обязательно появится близкий человек. Ну, кому конфетка не нужна? Конфетка нужна всем. А если она мечтает, сидит, она всю эту же энергию тратит вот на свою мечту только и всё. Мечты, мечты, где ваша сладость ушла, мечты остались... Правильно. Как мечта побеждается? Трудом. Почему человек мечтает? Потому что он лентяй. Мечта побеждается трудом. Надо трудиться. Душа обязана трудиться и день, и ночь. Чтоб скуку в сердце превозмочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Трудиться душа означает служить. Душа только так трудится. Она больше никак не... Она служит, заботится о других. Забыла о себе, начала о других заботиться, начала жить. Жизнь пошла. Пошла кому-нибудь что-нибудь доброе сделала. Я разок иду по Москве. В Москве когда жил. Иду по Москве. Смотрю, бабушка стоит. Возле дороги бабушка стоит. Она полуслепая такая и хочет перейти через дорогу. А там садовое кольцо. Это дороги сто метров. И вся заполнена машинами. Как ее перейдешь? Она не видит почти. Она слепая и хочет... Думает, когда же... Она уже час, наверное, там стоит. Думает, когда же они пройдут, все эти машины. Никогда не пройдут, даже ночью. Я подошел к ней и говорю, бабушка, вы что стоите? Она говорит, сынок, хлебушка хочу купить. Кушать нечего. Я побежал, говорю, стойте здесь, никуда не идите. Сейчас я вам куплю хлебушка. Побежал через переход. Там магазин на той стороне был. Она, видно, его знает. Ходила как-то в него. Не знаю, как она там переходит, это садовое кольцо. Вот. Купила ей хлебушка разрезанный. Так она слепая. Думаю, как она его будет резать. Она вот так берет пакет этот хлеба, так щупает. Говорит, я хлебушка хотела. А он такой, ну, как гармошка двигается. Она не поймет вообще, кто ли это хлебушек, кто ли нет. Я говорю, бабушка, это хлебушек, просто он разрезанный. Она такая щупает. Да, точно? Я говорю, точно, точно, идите домой. И она пошла. Я пошел дальше на работу. Мое сердце пело от счастья. Пело от счастья. Я столько раз пытался какие-то пожертвования давать. Но вот просто когда человеку сделал доброе дело, сердце поет от счастья сразу. Вот это называется душа проснулась. Душа проснулась. Я это событие вспоминаю, опять начинает сердце петь. Я ничего такого не сделал, просто кусок хлеба дал человеку и все. А счастья столько это бесконечно много от этого получил. Почему? Потому что душа от этого именно и получает счастье. Ей ничего другого не надо, понимаете? Она хочет служить. А мы из-за ложных представлений о жизни не даем ей этой возможности, понимаете? Душа хочется верить. Ей хочется служить. Ей хочется заботиться. Но скованность вот эти вот желания иллюзорные, там, я хочу там то, хочу сё, этого не пускает душу служить. Держит в тисках. Мечта держит в тисках. Не даёт служить. Хочется подарков. Работать не хочется. В этом главная проблема. И человек, постепенно забывая о духовной реальности, погружается в эту пучину дел, забот, тревог. И считает все эти события очень важными, когда я спрашиваю такого человека, говорю, почему вы перестали молиться? Он говорит, Олег Геннадьевич, представляете, некогда. Ответ такому человеку очень простой. Если ты влюбился в кого-то, ты найдёшь время на свидание по-любому. Ну, по-любому вот. Вы включайте себе мобильный, сейчас дискотека будет. Найдёшь время на свидание каждый день. А на молитву нет времени. Это значит, что ты не понимаешь, зачем она нужна. Так твоё свидание с любимым человеком, по сравнению с молитвой, это ничто. Потому что свидание никак твою жизнь не поменяет. Это просто счастье и всё, которое положено по судьбе, ты получил. А молитва даёт новую жизнь. Поймите, что такое карма. Карма — это очень просто. То, что заработал, то и получил. И вся наша жизнь соткана только из кармы или судьбы. Что заработал, то и получил. Механика. Пришло время — женился, пришло время — полюбил, пришло время — разлюбил, пришло время — бросили. Всё механика, понимаете? А вот когда ты общаешься со святым человеком, механика заканчивается. Это новое. Это не то, что тебе по судьбе положено. Это новая жизнь. Это и есть твоя свобода выбора. Это то, что будет новое. Это новая судьба, новая жизнь. И она не зависит от твоей кармы вообще. Это то, что не предсказывается. И никто предсказать тебе это не может. Это то, что освобождает от всех страданий, разрушает все твои трудности. Даёт победу и возвышает тебя потом в конечном счёте. Да, человек занимается этой деятельностью. Он сначала получает, что все его мечты сбываются, чтобы он поверил в Бога. Я как-то встретил своего друга. Мы с ним с первого класса размышляли о Боге. И он мне сказал, «Знаешь, Олег, я в Бога поверю». Я говорю, «Почему?» Он говорит, «У меня день рождения был, а я Бога попросил. Пускай у меня в день рождения будет ясное небо, тучи очистились. Я говорю, «А ещё?» Говорит, «А ещё у меня не было денег?» Я бы попросил, «Дай денег». И он мне дал. Это хорошо, конечно, я подумал для себя. Но лучше бы ты попросил его начать ему служить. Дай, 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 дай. Это не способ отношения с Богом. И вера от таких отношений не бывает сильной. Хлеб насущный только один у нас. Это духовное знание. Если мы просим духовного знания, это самый важный и лучший хлеб для нашего сердца. Святость — это самая лучшая пища, которая облегчает судьбу. Сначала Бог даст облегчение в жизни без всякого сомнения. А потом Он даст новую жизнь, другую жизнь, более светлую, чистую, о которой мы даже не мечтали. И это в планы нашей судьбы не входит. Это другое уже. Это победа над судьбой, а не судьба. Вот для чего человек живёт. Он живёт для того, чтобы победить судьбу, а не для того, чтобы судьба его реализовалась. Неупорядоченная жизнь разрушает разум. Если вы не хотите соблюдать режим дня, разум будет разрушен. Встаньте попозже, увидите, сил не отмолиться. Лягте попозже, увидите, сил не отмолиться. Объешьтесь на ночь, увидите, сил не отмолиться. Если хочется объедаться, объедайтесь днём. Это нормально. Вот у меня очень зверский аппетит. Я, наверное, гвозди могу переваривать. Вот. И я мучился, думаю, что же мне делать лет 20? Как мне жить вот с таким пищеварением? Вот. И я принял решение, что я ем хорошо, но один раз в день. Супер. Наелся и отстрелялся, и до свидания. И всё, и гуляю. Я привык к такой жизни с молодости. И один раз в день поел, отстрелялся, и всё. Ем хорошо там. Наелся, всё. От пуза. И нет проблем. Здоровье нормально. Всё переварилось, всё, проблем нет. Это называется режим дня. Видите, даже счастье от объедания поощряется в этом случае. Главное вовремя. У кого та же самая ситуация? Поднимите руку. Видите, есть такие люди. Нормально? Супер. Видите, можно объедаться, но вовремя. Если девочки и девушки хотите есть сладкое, это правильно. Женское тело нуждается в сладком вкусе. Потому что гормоны женские, они сладкую энергию имеют. И красота женская тоже имеет сладкий вкус. Поэтому сладкий вкус нужен женщинам для красоты. Утром. Только утром. Вечером всё превращается в жир. Сладкий вкус в красоту вечером не превращается. Превращается в жир, морщины, депрессию, лень, сонливость и болезни. Запомнили, да? Амёд. Амёд. Ну, ложечку мёда можно вечером с молоком, с горячим молоком. За час до сна где-то. А? У всех по-разному. Кому-то больше молока можно. Молоко тоже сладкий вкус. Это нужно для сна. Это питание на ночь. Молоко создаётся ночью. И переваривается тоже ночью. А мёд способствует перевариванию молока. Это Авиценна, древний мудрец Авиценна советовал людям так делать. Вечером перед сном пить горячее молоко с мёдом. Даёт успокоение психики. Учёные доказали, что в молоке есть мелатонин, это гормон сна и спокойствия. То есть он успокаивает молоко, даёт возможность хорошо спать. Шесть вещей, разрушающих разум. Первая вещь. Когда человек больше, чем необходимо, думает о накоплении. Поставим деньги, 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 деньги. Разум, до свидания. Дальше. Переедает. Не означает там поесть и забыть. Означает есть, 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 есть. Переедание разрушает разум. Если человек упахивается для того, чтобы достигнуть каких-то целей в жизни. Понимаете, он не просто поработал, получил что-то, живи на то, что получил. Нет. Пахать, пахать, пахать и пахать. Разрушение разума. Всё. Если человек ставит материальные цели, упахивается ради них, у него не будет времени на молитву и сил. Сил не будет на молитву. Будет упахиваться, не будет возможности победить судьбу. Пустые разговоры. Следующая причина разрушения разума. Болтовня. Есть такая юмореска. Раки были очень большие, но по пять рублей. Но большие. Но по три маленькие. Но по три. Но маленькие. А по пять рублей очень большие. И вся юмореска на эту тему рак. Все покатываются в зале. А это просто смешно. Просто юморист смеётся над нашей жизнью. Мы же болтаем постоянно на пустые темы вообще. Что-то одно и то же. Это же смешно. И это разрушает разум. Вот вы, допустим, вам звонит подружка, да? Женщинам надо разговаривать с подружками, чтобы давать любовь. Какие это должны быть разговоры? Как правильно жить? Как победить судьбу? Что делать? Разговоры нужны женщинам по телефону. Но не об этом. А соседка-то знаешь? И понеслась. Послушали пять минут. Дальше молитвы не будет уже. Человек послушал сплетни. Сил заниматься духовной практикой нет. Прощать сил нет. Сил просить прощения нет. Сил на нормальные отношения нет. Женщина полностью разбитой становится. От пяти минут сплетен. Вся энергия чистоты уходит. До свидания. Кто вот это чувствовал? Поднимите руку. Что делать? Сказать, извини, мне срочно надо в туалет. Созвонимся позже. Все. А в следующий раз то же самое. Куда-то еще надо. И она потом не будет вам звонить, потому что вам куда-то надо всегда. Она позвонит кому-то другому. А ей понимаете, что надо-то? Вот у ней в сердце есть злоба. С ней есть два варианта, как поступать. Первый вариант — это помолиться и очистить сердце. А второй вариант — сделать так, чтобы эту злобу оправдать. Самому себе оправдать невозможно. Для этого надо с кем-то общаться. Чтобы тебе сказали, да, хорошо, правильно, соседка такая плохая. Да, согласна, согласна. Все. Если к вам скажут, ну все, значит у меня все нормально, все. Все, спасибо. А вот эта соседка тоже. Сейчас этой позвоню, узнаю про нее. Сплетни означают оправдание себя. Больше нет смысла в этих сплетнях. Или страх, допустим, по поводу того, что деньги обесцениваются. Все, надо с кем-то поговорить. А рубль-то в два раза. И пошла чесать язык на эту. А, продукты. И да, да, ну все, ладно. А страх-то от этого не уменьшился в сердце? Это разрушение полностью жизни. Если человек болтает, болтает на ненужные темы. Лучше... Это значит, что тебе нужно общение. Ну, помолись еще. Послушай лекцию. Поговори на духовные темы. Заводи других подружек. Вот сколько здесь девушек хотят на духовные темы общаться. Ну, познакомьтесь с ними. Дальше. Следующая вещь, разрушающая разум, это общение с людьми, которые не верят в работу над собой. Они вам разрушат всю вашу жизнь. И шестая причина, это сильная жажда успешной жизни. Ну, жизни не на зарплату, не на одну зарплату, мы так говорим. Человек хочет больше сильно в жизни, чем положено, он разрушает свою жизнь духовную.